Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Помните, если помните, был такой рассказ, один день или три дня, не помню, Ивана Денисовича из Солженицына, то есть автор был Солженицын, он не только архипелаг ГУАК написал, он еще много что написал. Почитайте, кстати, 200 лет вместе, почитайте две книги, будет очень интересно, вы не видели такого Александра Исаевича. Так вот, Иван Денисович, много у нас Ивана Денисовича и в России, очень много, их десятки миллионов на самом деле, людей по всякому Рюпинскому, не только в Москве, которые стараются выжить. И выживание этих людей тяжелое, и физически тяжелое, и грех наживаться на этих людях, грех обманывать таких людей. И вот о одном грехопадении нескольких наших миграционных агентов я бы хотел и рассказать и вам, судить о том, хорошо ли, этично ли то, что я делаю, то, что я сейчас говорю, или неэтично. И правильно ли делают эти миграционные агенты, когда дают людям надежду, людям мечту, и, в общем-то, их обманывают. Обманывают они их или нет, это вам судить. Так вот, был такой и есть такой один Иван Денисович, который тяжело живет где-то в российской глубинке, занимается действительностью тяжелым физическим трудом, который буквально совсем недавно закончил просто техникум. У него нет высшего образования, ему уже под 40 лет. У этого человека семья, 5 детей, жена, верная, кстати, любящая жена, во всем его поддерживающая. И вот они решили как-то изменить свою жизнь. И услышали на одном из каналов в Ютьюбе, что так это легко и просто уехать. То ли дама, то ли не дама, то ли кавалер какой-то. Какая-то виза. И вроде как всех ждут там с распростертыми руками. И обратился этот человек к агентству Росперсонал. И ему сказали, ну типа миллион рублей, не волнуйся, потом еще что-то. Но 7-8 месяцев и ты будешь в Австралии, возьмешь себе карточку, симку для всей семьи, номер налогоплательщика откроешь, и будет тебе счастье. И не беда, что у тебя нет английского языка вообще. Не беда, что у тебя столько детей. Не беда, что у тебя возраст уже под 40 лет. Все фигня. Только заплати деньги. Ну, как-то вот это, видимо, человек немножко насторожило, потому что он даже не верил в такое свое счастье. Ну, симку же ему там обещают. Как только выйдет из аэропорта Кингсвардсмита или любого другого в Австралии. Что-то его надоумило посмотреть отзывы. Он увидел отзывы и сразу все понял. А, видимо, не все, потому что обратился он к одной из миграционных агентов, которая находится в городе Герои Сиднея. Герои, потому что эта земля держит таких людей. И что я вам хочу сказать. Эти люди, как вот этот Иван Денисович, труженик, который не болтает языком, как я сейчас, и не сидит в интернете, как вы сейчас, человек, который действительно очень тяжело работает, ни в укор, ни мне, ни вам, дорогие друзья, вы себе можете, мы можем себе это позволить, а он нет. У него сидит пять спиногрызов, или шесть за спиной, включая жену, ему очень тяжело. Он полное понимание, у супруги имеют, у детей, но понимание, понимание, а семью кормить надо. Когда тебе уже лет под сорок, ты думаешь, а что ж ты будешь делать? И вот здесь те блогеры, ютюберы, те люди, которые говорят, что это так все легко и так просто, они должны понимать, что ответственность у них за таких Ивана Денисовича лежит. Про рост персонала там говорить не о чем, там уже все ясно с этими людьми. А вот та агентша, которая говорит, о, да вы же уже, это почти что одной ногой в Австралии, в ноябре вообще все изменится в лучшую сторону, и вы считаете, что вы уже там. Заплатите мне за консультацию 150 австралийских долларов, и я вам все объясню. Ну, ребята, нет английского, возраст под 40. Квалификацию рабочую получил буквально в прошлом году. Какая надежда может быть у этого человека, по крайней мере, на этом этапе? Как можно вообще иметь какую-то совесть, говорить человеку такие вещи? Вы же прекрасно понимаете, я говорю, о конкретном миграционном агенте. Человеке, который у меня лично воровал студентов, без зазрения совести. Студенты мне об этом рассказали. Можно воровать студентов у Александра Петрова. Да не обеднею я. Но нельзя обворовывать людей, нельзя давать людям надежду, у которых никакого шанса на эту даму, 482-ю, 489-ю визу нет. И все мои студенты, и вы, дорогие зрители, большинство из вас, вы прекрасно понимаете, что шансов у этого человека по этому пути нет. Потому что есть огромная очередь людей, которые гораздо выше по квалификации, моложе, которые находятся на территории Австралии, которые на 100% эту визу получат. И здесь устроятся десятки миллионов людей до того, как этот человек вообще когда-то получит визу, когда ему исполнится 40, у него вообще никаких не будет шансов. Как можно говорить человеку, что он подымет английский язык, если он у него практически нулевой? И ему надо буквально за год его поднять, до семерок, до восьмерок сдать нати, да никогда он этого не сделает. А вот те 150 долларов, которые агентша украла, фактически, у его семьи, это то, что должно, не знаю, как по карме, но костью у него в горле должно это стать. И я не понимаю того миграционного агента, которого я очень хорошо знаю, который говорит, ах, забей, вот твой ребенок поедет в Аделаиду, твой ребенок закончит все, он сдаст английский, он останется в стране и заберет тебя. А как можно говорить, если ребенку 15 лет, до того момента, когда он заберет родителей, о чем мы говорим, какие школы, до школы стоят более 20, иногда и 30 тысяч долларов в год. Спросите Лешу Чакунову, его же брат, по-моему, учится или учится в такой школе. Это обычная паблик, high school. У человека нету этого, Ивана Денисовича, нету и 10 тысяч долларов, и агент об этом знает. Зачем такие вещи говорить? Зачем пытаться вытащить человека на что? На то, чтобы он продал единственную квартиру, чтобы осталась вся семья ни с чем? Пять человек. Камон. Да это надо трех детей отправить, прежде чем они вытащат эту семью. Так вот, о чем думает этот агент? Есть ли у этого агента совесть? Я хотел бы, дорогие друзья мои, зрители, любящие меня и не любящие меня, подумать, был ли у меня когда-нибудь такой эпизод, когда бы я людей вот так вот кидал? А я считаю, что этих людей кидают. Почему? Да потому что нельзя лишать семью и даже этих 150 долларов. Ты же прекрасно знаешь, что этого человека нет никаких шансов, которые ты ему обещаешь. И ты же знаешь, что обучить одного ребенка с очень шаткими через 10 лет шансами забрать родителей, это будет стоить того, что человек просто физически надорвется. Зачем все это делать? Когда вы смотрите вокруг себя и видите таких миграционных агентов, а я вам скажу, есть другие. И Леша Чихунов прямо сказал человеку, бесплатно, кстати, что у человека нет шансов. Мы нашли другие пути для человека, может быть, они более такие длительные, но они реальные, не требуют таких затрат, если человеку вообще понадобится та Австралия. И были еще, насколько я знаю, пара человек, миграционных агентов, которые честно сказали, и бесплатно сказали, нет, 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 даже, даже не думайте, и все. Совершенно бесплатно. Может быть, это холодный душ, но это бесплатный холодный душ и правдивая информация. И какую же надо совесть иметь, чтобы быть вот такими вот, на мой взгляд, шкетами, малолетними там, лет по 30 агентами, чтобы вот так вот издеваться над людьми. Может быть, вы сочтете этот ролик эмоциональным, может быть, вы сочтете, что я как-то пытаюсь давить на конкурентов. Да я не конкурентом, я не миграционный агент, я агент оборудовательный. Я не буду этому человеку навязывать никакую работу, даже если этому человеку можно посоветовать приехать по туристической визе, переделаться на 1, 2, 5 лет. Учебу он много заработает, но семья лишится единственного кормильца. И он, наверное, не сможет зарабатывать столько, сколько он, грубо говоря, сможет выслать, сколько он бы зарабатывал в своем урюканском. И поэтому, как завершающая точка этого рассказа, вы миграционные агенты ответственны за то, что вы говорите. И это не ответственность юридичка, это моральная ответственность за людей, которым вы даете абсолютно беспочвенные обещания и надежды. И блогеры, которые занимаются тоже такой пропагандой, должны думать, что люди могут отдать последнее, могут вырваться и вырваться в никуда. Это будут поломанные судьбы десятки тысяч долларов, потраченные коту под хвост. Поэтому мораль всей басни такова. Не будьте негодяями. И не будьте дураками. Это в адрес некоторых зрителей, которых вообще-то тысячи и тысячи, которые верят тому, что так все легко и просто. И до того, как вы отдадите даже свои 150 долларов, но очень честные, очень тяжело заработанные, пожалуйста, подумайте, спросите у людей, ведь в принципе, были же те три агента, включая Алешу Чахунову, которые сказали, нет, это невозможно, и сказали, это бесплатно. Поэтому, дорогие друзья, давайте понимать, что Австралия, это не рай, но это классная страна. Австралия, это страна, в которую можно приехать, но приехать нужно без негодяев и с минимальными затратами. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok,